всем привет с вами дмитрий урсул в этом видео хотел бы поговорить о том какими сильными сторонами должен обладать каждый аранжировщик в одном из предыдущих видео из серии любезные музыканты я уже скажу так разделял музыкальную деятельность по некоторым направлениям это напомню аранжировщик инженеры звукозаписи инженер по сведению инженер по мастерингу и вот сегодня в этом видео хотел поговорить именно про аранжировщика то есть на что должен на чем должен фокусироваться музыкант который хочет быть именно аранжировщиком напомню что это человек который спишет скажем так партии для нескольких инструментов то есть который берет какую-то идею какую-то композицию какую-то демку или просто вокальную мелодию или какой-то набор аккордов и превращает их в полноценную законченную ну скажем так фонограмму то есть набор всех партий выстраивает ритм темп подбирает звуки ну собственно в этом во всем ориентируется и вот если вы лично хотите именно этим заниматься потому что как я уже неоднократно говорил в мире музыки в том же лоджике можно заниматься очень многими вещами и в некоторых случаях они скажем так направлены абсолютно в разные области то есть казалось бы вроде занимаешься одним и тем же но если копнуть глубже в саму сути работы то она абсолютно разные то есть работа на миксинг инженера мастер инженера она очень отличается от аранжировщика и от например инженера по записи вот то есть там свои фокусы внимания свои сильные стороны и так далее поэтому давайте в этом видео я вкратце пробегусь по таким основным которые я здесь набросал вы их видите на экране здесь списке и давайте прокомментирую каждый первое это должен разбираться в как можно большем количестве жанров музыки это на самом деле очень важно даже если вы планируете писать что-то в каком-то конкретном жанре на каких-то конкретных артистов у вас уже есть прям такая цель вам нравится определенная музыка вы ее слушаете вы владеете все равно нужно разбираться в новых веяниях музыки нужно понимать скажем так так энциклопедические знания всего того что было там 10 лет назад 20 лет она 30 лет назад потому что если проанализировать этот скажем так мир популярной музыки он очень цикличный то есть постоянно какие-то элементы входят в моду уходят из моды возвращаются через несколько лет это постоянно есть и собственно какие-то вот аранжировщик или саунд-продюсеры они задают эти тренды то есть вы слушаете там пример там какую подборку топовых треков на 2013 года там не знаю 2007 года и вы можете заметить определенные какие-то тенденции которые есть в каждом из этих треков и это именно задавалось какими такими более профессиональными аранжировщиками все это подхватывалось другими аранжировщиками и вот создавался такой некий некая скажу так такая музыкальная мода в конкретно какой-то период времени поэтому вам нужно обязательно в этом разбираться вы должны это в этом быть скажем так уверены то есть вы должны есть какой-то звук услышали сразу понимаете а это оттуда то есть аранжировщик должен так немножечко шаблонно мыслить в каком-то в какой-то степени для того чтобы потом эти шаблоны где-то разрушать где-то их размывать и так далее то есть просто зацикливаться на конкретном жанре что там вы им прислушали всю жизнь там где рок-музыку и пишите только рок-музыку для рок-музыкантов это все хорошо но во первых так очень легко исписаться начать самокопироваться не будет никакого развития ни творческого не вашего личностного а это всегда приводит к скуке к какой-то застопориванию и так далее следующий это быть меломаном но это вытекает из первого то есть вы должны любить слушать разную музыку опять же ориентироваться в том что сейчас актуально даже если вы не очень там следуете за трендами не очень там интересно современна какая-то музыка больше нравится какая-то винтажная старая музыка неважно мы все должны понимать какие звуки используются вот вы должны уметь анализировать про анализ композиции я уже тоже рассказывал отдельном видео вы должны уметь раскладывать это все по партиям то есть даже в каком-то жанре который вас вообще не интересует можно вычленить какой интересный звук там конь перкуссии или звука как он там баса чтобы использовать вообще в другом треке в другом жанре это абсолютная норма я сам этим постоянно занимаюсь анализирую слушаю и очень много для себя открываю поэтому быть меломаном даже если он сейчас это как-то психологически трудно вы некоторую музыку вообще просто не можете воспринимать она вас раздражает если вы хотите действительно преуспеть в аранжировке вам придется этот барьер переступить переступить чуть через себя и начать вычленять что-то интересное в каждом из жанров то есть я не говорю что вы должны прям фанатеть и слушать все подряд но просто как такой скажем так элемент профессиональной деятельности там полчаса в день открыть айтюнсы послушать какие-то там тренды разных жанров это очень будет полезно для тех кто хочет писать интересные качественные аранжировки далее третий идет пункт владеть основами саунд дизайна это тоже очень важный момент потому что делать аранжировки исключительно на каких-то там пресетах каких-то готовых уже партиях лупах очень сложно то есть вы должны как минимум иметь возможность что-то подкрутить то есть у вас есть какой-то пресет на каком синтезаторе вам нравится как он звучит но чуть-чуть что-то по характеру не сходится и здесь обязательно вступает в силу вот эта основа саунд дизайн то есть вы не знаете как пользоваться синтезаторами вообще если вы для вас открывать любой синтезатор для вас это просто набор каких-то непонятных крутилок и кнопок то вам будет очень сложно очень сложно сделать что-то законченное в плане звука что-то такое скажем так гармоничная потому что один звук будет чуть перекашивать в одну сторону другой будет чуть другую вроде они по отдельности хорошо звучат вместе они как-то не совсем звучат специально будет это какое-то но то же самое с барабанами вроде ритм правильный но это звук какого-то там с нейра он не очень хорошо заходит но вы не знаете кого поменять или на что поменять или где найти то есть вот эти все вопросы тоже нужно закрывать это есть этот саунд дизайн когда вы ищите нужный звук или его сами генерируете или там где-то что-то записываете очень много есть примеров там на том же youtube где саунд дизайнер вообще там сходит с ума и записывать там стучат все там по ведру какому-нибудь в микрофон там ванны у себя чтобы потом это засемплировать там как-то застречить затюнить получить там офигенный какой-нибудь там звук колокола например который нужен то есть фантазия не ограничена и вы должны тоже к этому стремиться это тоже займет мне определенное количество времени опыта это все делается не сразу но нужно держать в голове что нужно в этой среде тоже развиваться обязательно следующий пункт собирать приличный набор библиотек сэмплов лупов здесь как бы палка двух концах я знаю людей которые сразу начинают все подряд скачивать устанавливать побольше всего чтобы было там покупать кучу жестких дисков чтобы все это хранить но при этом с каждым из того что они устанавливают они не разбираются то есть не с инструментом не с библиотекой не с набором лупов все не ориентируются вообще что у них есть системе в таком случае я просто вам советую если вы только начинаете ли у вас там хотите начать с чистого листа вас на полной путаницы вы хотите разобраться оставьте то что вот вам вот завтра послезавтра понадобится то есть все остальное уберите временные потом добавляйте по мере необходимости это если вы работаете с каким-то проектом если вы просто хотите как-то пополнить свой скажу так багаж звуков тот также выделите себе в рабочем дне там один час на просто отслушивание новых каких-то звуков пресетов а лупов то есть просто послушайте что у вас есть или что есть там например на сайте производители что то новое каждый день выходят какие-то лопы там всегда есть дэмо просмотри демо про слушки каждой библиотеки семплов ну всего что угодно вот просто отслушивайте их просто заходите на сайт разработчиков слушайте смотрите если вам что-то нравится а что зацепила вы понимаете что для кого следующего трека который вы хотите сделать понадобится такой звук тогда вам нужна эта библиотека в противном случае даже не запаривайтесь не тратите свое место на жестком диске свое время свой интернет трафик чтобы все это скачать установить разобрать и потому что потом все равно все это будет лежать мертвым грузом и вы скорее всего будете пользоваться каким-то определенными партиями каким-то определенными инструментами которые вас устаканится поэтому вот касаемо библиотек сэмплов очень осторожно то есть вам нужно развиваться нужно искать новые звуки а потому что также как и выходя из первых пунктов что у нас музыка меняется все время что-то появляется также конечно же и меняются вот эти скажем так вторичные вторичные продукты музыкального рынка то есть лупы сэмплы это все тоже обновляется синтезаторы под тренды музыки то есть какие-то течения разработчики выпускают новые версии синтезаторов библиотек и так далее поэтому в этом тоже нужно обязательно ориентироваться это все по сути скажем так разные элементы одного вот этого общего направлением быть постоянно в скажем так теме того что происходит далее знание тессуру различных инструментов здесь дальше идут уже такие классические темы которые скажем так вне времени то есть аранжировщик там девятнадцатого века и аранжировщик современный в принципе так или иначе должен владеть этими пунктами то есть это знание тессуру различных инструментов то есть если вы например работаете только в меди то есть у вас нет там доступа к живым инструментам и вам в принципе отпажировки не нужно но если вы делаете какие-то очень странные тесситуры то есть у вас там гитара играет вне например несвойственному тессе туры где-то там очень в верху ли очень внизу itu будет звучать очень странно ну вот и вы должны это понимать то есть если вы вам нужно занять какое-то определенную частотную зону в аранжировки то вы уже знаете определенный набор инструментов которые в это частотной зоне хорошо прозвучит вот это и есть знание как бы тесситуры каждого инструмента. То есть там внизу, например, если вы делаете аранжировку для какой-нибудь скрипичной группы, вы знаете, что там нижняя часть — это больше там виолончели, например, может занимать. Более высокие — это там какие-нибудь там виолы или скрипки или альты. В общем, что угодно. То есть у вас уже есть такая некая ориентированность, что за что отвечает, как это все разложить по нотам, и вы уже будете партии более осознанно прописывать. Далее — это владение элементарной теорией музыки. Ну, здесь комментарии излишни. Тут все и так понятно. Вы должны просто ориентироваться в гаммах, в ладах. Я не говорю, что вы должны прям владеть там всеми сложными гаммами, их уметь там все сыграть, найти. Но как минимум вы должны, первое, обладать слухом, чтобы слышать, что какая-то нота не в аккорде, какая-то нота не в тональности, какая-то нота звучит грязно. А второе — вы должны, ну, просто банально знать основные гаммы, там, диатонические, там, минор-мажор, от хотя бы самых основных нот, там, хотя бы от белых клавиш, то есть там ре, до, ре, ми, фа, сол, я, си. Вот эти тональности с диезами, с бемолями нужно, конечно же, знать. Вот. Потому что, ну, это ваш, опять же, словарь, это ваша возможность быстро, быстрого написания каких-то партий, каких-то аранжировок, без потом вынужденного редактирования лишнего, удаления ненужных нот каких-то грязных. То есть вам будет проще строить гармонии, аккорды. Также сюда я отнесу, конечно же, гармонию, то есть теория музыки — это построение гармонии, то есть вы должны понимать диатонические, всякие доминанты, субдоминанты, тоники. То есть это самое базовое. Плюс ориентироваться в стандартных гармонических последовательностей тех или иных жанров, которые сейчас присутствуют, они есть. Все эти четырехаккордовые сетки уже давно всем известны, они все используются. И я не могу сказать, что это прям так плохо. Слушателю, как правило, сложно прям воспринимать очень новую какую-то сложную музыку. То есть достаточно взять ту же гармонию, положить на нее новую мелодию и какие-то интересные свои звуки вами подобраны, как аранжировщикам. И это уже будет новая классная песня, но при этом она будет дружелюбна к слушателю, потому что в ней есть что-то родное. Например, знакомая гармоническая сетка из каких-то предыдущих хитов, там, предыдущих десятилетий. Если вы проанализируете, опять же, какие-то треки, все равно у вас все сведется к максимуму к пяти, к шести аккордовым последовательствам вот в таких вот популярных жанрах. Я не беру там какую-то сложную музыку, фьюжн, джаз, хотя и в джазе тоже там очень много повторяющихся вот этих аккордовых связок. Просто они там могут быть очень расширенными, но так или иначе все там все равно очень взаимосвязано. Вот. Поэтому соответственно, это тоже очень важно иметь в виду. И это развивать эти знания, их практиковать, анализировать. То есть вот над этим всем нужно обязательно работать. Вы это можете как-то прорабатывать подсознательно, вы можете это где-то прорабатывать в пути, вы можете слушать музыку и себе отмечать какие-то гармонические ходы. То есть этим нужно заниматься, если вы хотите развиваться как аранжировщик. И последнее, это игра на инструменте. Это, ну скажем так, не суперобязательно, особенно если вы переработаете с какой-то электронной музыкой. В принципе, можно делать и чисто мышкой, то есть рисовать. Если опять же вы ориентируетесь примерно в теории, вы можете эти ноты нарисовать мышкой в меди, в пиано-роле, все прописать, и в этом ничего плохого нет. Но некоторые жанры такие более живые где-то предполагаются, они все-таки предполагают какую-то некую игру на инструменте. Либо у вас будет доступ к какому-то инструменталисту, например, там у вас есть друг, который играет на фоно, а вы аранжировщик, вы его зовете и просто говорите ему, что где как сыграть, пишите ему аккорды, говорите, вот здесь мне нужно так-так-так с таким-то настроением, и он уже как профессионал может это все разложить. Но будет гораздо, конечно, удобнее, проще, если вы сами хотя бы там, говорит, с тремя пальцами сможете что-то наиграть, потом это что-то показать уже профессиональному музыканту, если нужна будет такая потребность в, например, профессиональном фортепиано в какой-то композиции. Я, например, так делаю, я хоть и занимался на фоно 7 лет, но я не пианист, то есть я больше гитарист, в первую очередь я гитарист, и на фоно я так играю, чисто владею просто гаммами, нотами, но я не могу сказать, что я какие-то сложные партии смогу там сыграть в 10 пальцев с кучей аккордов, каким-то соло, конечно же, нет. Поэтому, когда у меня возникает в процессе работы надобность в какой-то таком профессиональном клавишном, клавишной партии сыгранной, прям слышно, что профессионал не просто три аккорда, а там с какими-то проигрышами и так далее, я всегда обращаюсь к сессионным музыкантам, но я не говорю просто на пальцах, что вот здесь надо так-так сыграть. Я уже какую-то партию примитивную наигрываю, и профессионал это слышит, и он же прекрасно понимает, как он это может сделать более профессионально, то есть он слышит партию, и ему гораздо проще, то есть он приходит, послушал, подобрал, или там дома подготовился, послушал, подобрал, и приходит, уже играет, то есть не нужно вот это на пальцах там что-то показывать, что вот здесь я хочу такое, а показать не могу, потому что я не играю, поэтому если опять же есть время дополнительное, возьмите хотя бы несколько уроков, и научитесь хотя бы самым основам, чтобы просто владеть каким-то инструментом, ну а лучше всего, конечно, фоно плюс гитара, вот как в моем случае, это перекрывает очень много возможностей, то есть вы сразу можете все клавишные звуки записать в аранжировку, и все струнные, то есть это гитара, бас, то есть они все похожи, поэтому если вы владеете хотя бы чуть-чуть там аккордами, например, и там и там, вы уже можете прописать какую-то базовую аранжировку, а потом нанять музыкантов, и с ними уже это все доработать до какого-то более законченного вида. Вот, в общем-то, и все, что я хотел здесь сказать, посмотрите по такому вот чек-листу, какие у вас пробелы, где стоит больше тратить время на совершенствование, и я вам желаю стать, становиться, точнее, с каждым днем все лучше и лучше, пределов совершенства нет, но мы должны развиваться и развивать музыкальную индустрию все вместе. Ну, на этом у меня все в этом видео, увидимся с вами в следующих уроках, с вами был Дмитрий Русул, всем успехов, всем пока!